Жизнь в помещении замерла, остановилась на взмахе. Вот только что здесь готовили ужин, а сейчас кастрюли брошены, и граждане останутся, что говорится, неслонно хлебавши. А людей здесь много, несколько десятков человек. Приехали они из Социалистической Республики Вьетнам, выбрав территорию промышленной зоны подмосковного поселка Остров. Гости из Восточной Азии здесь не только проживали, но и работали, причем круглосуточно, не останавливая производственный процесс. В производственных помещениях установили факт незаконной деятельности по пошиву одежды спортивной с использованием товарных знаков чужих товарных знаков мировых брендов. Фабрика очень большая, только здесь визуально 60 рабочих мест, везде валяются заготовки, вот это вот синтепон для будущего пуховика, вот здесь мы видим, уже пошили спинку, а здесь уже и сама куртка, на которой видны знакомые логотипы. Оперативники обнаружили семь производственных помещений. В одних крае липуховики, в других спортивные костюмы, по шивам занимались как женщины, так и мужчины. Скажите, пожалуйста, вы говорите по-русски? А что, как говорить по-русски? Понимаете немного, как вас зовут? Я Чан зовут. Вы в Москву давно приехали? Да. Сколько уже здесь лет живете? Ну, не знаю, я не здесь не знаю. Как давно существует этот бизнес, кто его организовал и сдал помещение для швейного цеха, пока неизвестно. Юридический хозяин в настоящее время устанавливается, в связи с поздним временем не представляется возможным установить его. По данному факту будет проводиться проверка и приниматься решение по возбуждению уголовного дела. Ну, а нелегальных кутерье, скорее всего, ждет выселение. Теперь ими займется миграционная служба. Елена Бабина, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.